В 2019-м украинцы как никогда прежде доказали своим кошельком, что им не чужды общемировые тенденции. Рост продаж электрокара в стране резко возрос на 40%. На учет поставили 7542 таких авто. В лидерах по показателю и Одесса. Горожане все активнее выбирают электрическую тягу. Если в 2018 году было зарегистрировано 794 автомобиля, то в 2019 это количество составляет 976. Если взять первые дни января этого года, то уже зарегистрировано больше 20 автомобилей. В этой тенденции есть интересная особенность. 90% импорта это автомобили с пробегом. Их средний возраст 3-4 года. Большинство прибывает к нам из США и Японии. Там жителям их покупку компенсируют. А значит после 4 лет эксплуатации их цена становится приемлемой для Украины. От 10 тысяч долларов. Но пожалуй основной мотив покупателя не защита экологии, а экономическая выгода на топливе и на ремонте. Электричество, особенно если у вас дома ночной тариф, стоит 90 копеек за киловатт. На одном киловатте вы летом можете проехать 8 километров, зимой от 5 до 6 километров. То есть посчитайте стоимость поездки на электромобиле. То есть она в среднем в 10 раз дешевле, чем на автомобиле с двигателя внутреннего сгорания. У меня машина, которая проехала 122 тысячи километров. Она 2013 года выпуска. И я поменял две передние рулевые тяги и две опоры. Ну это из-за наших дорог. В принципе все. Попробуем просчитать экономику идеи покупки электрокара. Исходные данные у средним. Вы живете на Таирово, на работу едете в центр, иногда заезжаете за покупками. В таком случае вы примерно накатываете 660 километров в месяц. Выбираете в качестве топлива 92-й. С вас 1650 гривен. ГАЗ – 929. Если электричество – 135 гривен в месяц. Правда, по ночному тарифу. Разумеется, выгода очевидна, но ремонт батарей обойдется чуть ли не в половину стоимости, скажут скептики. Но тут каждый сам решает, за что и сколько он готов платить. Вместе с электрокарами в Одессе появилась новая отрасль – изготовление станций зарядки. Корпус делается тоже на Молдаванке. Это компания, которая делается из нашего железа, которая добыта в Украине. Красится все здесь, гнется все здесь, сваривается все здесь. Мы получаем корпус сюда. Единственные вещи, что мы покупаем – это коннектера, пистолеты и гнезда. Контроллер, естественно, полностью сделан у нас. Разработан. Ну, естественно, мы не производим чипы и микроконтроллеры. То есть у нас, к сожалению, в Украине нет такого промышления. Чипы мы закупаем, но все остальное сделано у нас. То есть, в принципе, можно сказать, что это полностью наш продукт. В конечном продукте 65% комплектующих – украинские. Причем половина – одесские, говорит разработчик. Программное обеспечение для станции создают одесские айтишники. Вот только особо на этом не заработаешь, сетуют специалисты. Станция под ключ обходится в 2000 долларов. В лучшем случае прибыль с одной составит 1500 гривен в год. Некоторые работают исключительно в минус. Выручает работа на экспорт. Все поглощающая электрификация пробралась не только под капоты автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Теперь объектом ее интереса становится сельскохозяйственная техника. К примеру, вот этот с виду очень обычный трактор работает на электротяге, которую вырабатывает батарея известной фирмы Тесла. Разработчики говорят, что этот трактор – попытка легендарного Харьковского тракторного завода изучить возможности перевода сельхозтехники на электротягу. За помощью обратились к одесситам. Стоит электрический мотор мощностью 50 киловатт. Аккумулятор на батарее энерговооруженностью 52 киловатт часа. То есть с легкими работами этот трактор может работать примерно 5-6 часов без подзарядки. Тяжелые работы – это 2,5-4 часа в зависимости от работы. Эксперты утверждают, что тренд на вытеснение электричеством авто с классическим двигателем продолжится. Мировые автогиганты активно развивают направление электрокаров. А значит, их цена будет только снижаться. Как быстро это будет происходить в Украине, прогнозировать сложно. Электромобили пока значительно меньше, чем их старших топливных собратьев – около 30 тысяч. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова